Всем добрый день! Давайте проверим картинку, звук. Так, запись у нас пошла. Поставьте, пожалуйста, по 10-балльной шкале, как вы меня видите, слышите. Раз, 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 все хорошо. Все отлично, картинка отличная, звук отличный, мы с вами можем начинать. Так, еще раз всем добрый день! У нас с вами очередные итоги месяца. Конечно, ежемесячно у нас есть традиция, мы встречаемся с вами онлайн для того, чтобы подвести итоги предыдущего месяца. То есть мы говорим о том, что было, значит, о том, что будет. И также мы поздравляем самых активных партнеров, которые активно работали весь предыдущий месяц с клиентами, с партнерами. Вот, и таких ребят мы обычно поздравляем на таких наших ежемесячных вебинарах. Значит, сегодня тоже поговорим о том, что было в июле, мы с вами сегодня подводим итоги июля, поговорим о том, что будет в августе, и отметим самых-самых активных ребят. Значит, давайте начнем с того, что было у нас интересного в июле из новостей компании, что связано с продуктом. Значит, прошлые итоги месяца я говорил о том, что мы сейчас активно занимаемся тестом различных гипотез. То есть мы сейчас, по нашему мнению, мы сейчас на таком уровне развития, когда можно уже посмотреть, как мы еще можем использовать продукт, в каких новых областях он может быть применен. И на сегодняшний день у нас компания проходит тест различных гипотез о том, в какие направления дальше мы можем еще развивать продукт. И еще раз, основная задача, которая у нас есть сейчас, это увеличение количества клиентов и увеличение количества кастомеров, то есть пользователей приложения. И показатель, который из этого выходит, это называется МАУ, показатель это Monthly Active User, то есть это ежемесячная активность пользователей в мобильном приложении. И вот прямо сейчас у нас есть очень интересная гипотеза, которая позволит нам работать с крупными компаниями, то есть это крупные федеральные сети, крупные региональные компании. И это гипотеза, которая тоже позволит нам прирасти в количестве скачиваний и в этом показателе МАУ. Вот на сегодняшний день у нас сейчас ведется разработка этой гипотезы и где-то примерно середина августа мы будем делать релиз этой гипотезы. И потом, наверное, может быть в конце августа я тоже сделаю вебинар для того, чтобы рассказать вам, что это за гипотеза и что это за такое новшество в продукте. Значит, еще раз, то есть, скажем так, запакуем всю эту историю. Еще раз, мы на том уровне, то есть у нас большая база клиентов, у нас большая база пользователей. Мы сейчас на таком уровне, что мы можем еще раз посмотреть, куда продукт может быть еще, в какие сферы может быть применим. Вот сейчас активно мы над этим работаем. Значит, это что касаемо продукта, то есть сейчас в основном работа вот в этом направлении. Идем дальше. Что у нас еще было примечательно в июле? В июле у нас прошел большой онлайн интенсив, UDS Day, 15 июля. И на прошлых итогах тоже я говорил о том, что это на сегодняшний день это самое конверсионное мероприятие, онлайн мероприятие. То есть это мероприятие, которое закрывает задачу онлайн рекрутинга. И я говорил о том, что у нас уже прошло 4 таких UDS Day. И вот 15 июля у нас был 5 UDS Day. Каждый UDS Day, первый, второй, третий, четвертый, он был все эффективнее предыдущего. То есть каждый UDS Day побивал рекорды. Для нас самым большим, скажем так, показателем на UDS Day это количество присоединения новых партнеров. То есть количество новых партнеров после этого мероприятия. Так вот, самый рекордный UDS Day был четвертый, предыдущий. Когда у нас, то есть такие очень высокие графики по количеству присоединений. Так вот, 15 июля мы снова побили рекорд. 15 июля, после 15 июля еще большее количество присоединений было. И, значит, вот если там закрывать месяц июль, то у нас в июле было очень большое количество новых партнеров. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что вот этот формат UDS Day, онлайн консив, он очень эффективный. Он высококонверсионный, то, о чем мы говорили. Я говорил, ребята из ДМБ тоже говорили, лидеры компании об этом постоянно говорят. И это про то, что однозначно эти мероприятия не будут дальше проходить. Если вы услышите о том, что планируются новые UDS Day, обратите, пожалуйста, внимание. Нужно на это сработать очень-очень мощно, потому что, еще раз, это очень высококонверсионное мероприятие. Значит, еще раз у нас прошел юбилейный UDS Day и поздравляю вас с обновлением рекордов. То есть еще более эффективно у нас получилось. Окей, это что было у нас в июле. Идем дальше. Что у нас готовится, то есть на что мы сейчас работаем. У нас сегодня с вами 2 августа, и весь фокус у нас на предстоящие мероприятия, которые будут уже вот в эти выходные, это день рождения, мы будем отмечать 9-летие компании. И все вот это мероприятие отмечать мы будем с вами 2 дня. Значит, 2 дня и 2 локации. Первый день – это суббота, 5 августа. Сегодня у нас среда, уже в субботу мы с вами встретимся. 5 августа – это обучение для партнеров в ВИП. Обучение пройдет у нас в отеле «Картон». Это бывший Ридскартон, Москва, на Тверской. Наверное, на мой взгляд, это один из самых лучших, если не самый лучший отель в России, ну и, наверное, в СНГ. Вот. И вот в этом отеле мы будем жить и проходить обучение 5 августа с 11 до 7 часов по Москве. На это обучение мы приглашаем только партнеров ВИП, то есть там будут разговоры уже… То есть это не разговоры не про механики бизнеса, не про технологии бизнеса, это больше про разговоры про состояние, про бытие, про то, как быть. Значит, быть эффективным человеком, быть успешным человеком, счастливым человеком и так далее. Вот. И я тоже готовлю свою тему, то есть у меня тоже будет тема своя. И я вот постоянно живу в вопросе, что нужно нам для того, то есть что нужно тем ребятам, которые приедут на это мероприятие. Я понимаю, что мы с вами, так как мы с вами работаем в этой компании, мы хотим в этой компании создавать большие отделы продаж, для того, чтобы эти отделы продаж потом работы приносили нам доход. То есть мы хотим делать так, чтобы у нас была большая команда. И вот про бытие, про состояние, там, быть состояние бытия, то есть именно внутреннее состояние, то есть каким нужно быть человеком для того, чтобы к тебе присоединялось большое количество людей. Вот. И моя тема, я хотел бы поговорить про то, как быть магнитической личностью, то есть как быть тем магнитом, который притягивает других людей, как быть таким центром, к которому стремятся другие люди. И мы с вами понимаем, что вот технология, то, как мы с вами проводим встречи, то, как мы делаем звонки, то, как мы проводим презентации, это одно. Вот. Но люди, они подсознательно считывают совсем другие моменты, внутренние моменты, внутреннее состояние человека. Вот. Люди смотрят, готов ли я с этим человеком долгое время, там, идти за ним, команду с ним строить. Вообще, то есть какую-то часть жизни пройти рядом с этим человеком. И вот лидеры, лидеры, то есть те люди, которые объединяют вокруг себя большое количество людей, это однозначно люди, которые обладают какой-то магнетической, то есть это какая-то магнетическая личность, то есть какой-то магнит, харизма и так далее, то есть можно по-разному называть. И вот в своем выступлении я хотел бы поизучать, то есть понятно, что нет какой-то готовой формулы или готового какого-то алгоритма, как это делать. Вот. Но поизучать эту тему нужно. И поизучать, и не просто поизучать, а вот именно попробовать встроить в себя вот эти вот алгоритмы для того, чтобы такой личностью стать. Потому что мы с вами понимаем, что, значит, вообще вот все наши реакции, то есть все наше поведение в обычной жизни, вот в реальности, если посмотреть, то оно где-то 5% это то, что там, где работает наше сознание, и 95% это наше бессознательное. То есть в 95% случаев мы с вами реагируем так, как заложено в нас в подсознательное. И вот как работать с этим? То есть то, что мы там читаем книги, проходим тренинги, ходим к психологам или еще что-то, это вот работа только с 5%. Вот. И если на этом все, там, чтение книжки только на этом заканчивается, в жизни вообще ничего не происходит. То есть можно, есть большое количество людей, которые перечитали огромное количество книг, но в их жизни практически ничего не меняется, потому что 95% вот этого подсознательного, какого было, как и осталось. Вот. И вот это подсознательное мы с вами можем менять только через опыт. И вот об этом мы тоже с вами будем говорить. Поэтому еще раз повторюсь, вот почему нужно быть на этом мероприятии, на обучении для партнеров ВИП. Потому что там мы будем говорить про состояние, про бытие. И те люди, которые там будут выступать, это все, это самые активные наши партнеры на сегодняшний день. Это те ребята, которые прямо сейчас, они на острие, у них самые лучшие результаты. Это говорит о том, что у них на сегодняшний день самое лучшее, самое мощное внутреннее состояние. И вот почему туда ехать нужно еще раз. Если бы я был новичок в этом бизнесе, ну, не важно, партнер, который принимал решение ехать или не ехать, вот посмотрите вот в эту сторону. То есть туда мы едем, едем не за технологией, потому что технология, она есть. Она есть на обучениях, на эфирах, на различных там ДУ, когда у нас проходит бизнес-школа онлайн. То есть это технология. Тогда, когда мы учим вот эти вот 5% сознания. То есть мы учим его, как проводить классно встречи. И вот на вот таких закрытых обучениях, на ВИП-обучениях, мы работаем с остальными 95% вот этих внутренних, вот этих подсознательных своих алгоритмов. То есть вот это вот проходит работа. И поэтому очень важно на этих обучениях быть. Поэтому если вы до сих пор еще сомневаетесь ехать, не ехать, возможно, для кого-то вот это обучение, оно будет поворотным. Возможно, для кого-то жизнь поделится на до и после. Но это точно будет. Потому что всегда на мероприятиях, есть люди, которые приезжают на мероприятия и там, ну, там, что-то для себя. Кто-то с мероприятия берет, кто-то не берет. Но есть всегда люди, которые прям очень сильно раскрываются. То есть люди, которые говорят, вот, если вы, например, послушаете историю лидеров, то у каждого лидера было какое-то одно мероприятие, на котором у него, вот, он может сказать, что все разделилось на до и после, ну, в плане бизнеса. Вот. Поэтому возможно, что для кого-то из вас это будет такое мероприятие, где какой-то произойдет инсайт, произойдет какая-то внутренняя работа или произойдет какая-то перепрошивка на уровне вот этих 95% подсознательных, когда вы будете, когда вы станете другой. То есть будет по-другому состояние, другое бытие. Вот. Поэтому вот чем важны, я не знаю, может быть сумбурно, но основная идея вот в этом, то есть вот эти обучения, это не про технологии. Еще раз, это не то, что я приеду и там будет скучно. То есть мне будут рассказывать, как делать звонки, как делать встречи. Для этого есть онлайн, это можно без проблем этому обучиться. Мы будем по-другому. То есть это будет работа на другом уровне. Вот. Поэтому поверьте мне, я в этом бизнесе уже больше 17 лет, и я точно понимаю, о чем я говорю. Хорошо. Значит, обучение 5 августа для партнеров, для департнеров. Причем еще раз, мы могли бы сделать обучение для всех абсолютно. Как мы-то до этого делали, у нас мероприятие, мы говорим, что первый день там официальная часть, второй день, у нас итоги так проходят. Первый день официальная часть, второй день уже обучение. И на второй день мы приглашаем абсолютно всех, там даже есть люди, которые вот только буквально там вчера не были партнерами, и там за одну ночь приняли решение. И вот на таких обучениях, там да, там больше идет рекрутинг, там больше идет знакомство, там больше идет, а где-то может быть чуть-чуть технологии, для того, чтобы людям объяснить, с чем они будут дальше работать. А вот такие обучения для людей, которые уже точно для себя приняли решение, для вип-партнеров, для людей, которые уже точно для себя определили, что в ближайшее будущее их партнер-компания, компания ГИС, это их партнер, вот там уже совсем другие идеи будут обсуждаться и раскрываться. Вот, поэтому я точно знаю, что каждый спикер, который будет там выступать, он сейчас очень хорошо готовится, и это опять же подготовка вот на внутреннем уровне, то есть каким я должен туда прийти, на эту сцену, к этим людям, для того, чтобы передать вот это вот состояние бытия. И я тоже уже об этом много сказал, что мы с вами поизучаем тему, как быть вот этой магнетической личностью, как быть тем человеком, к которому притягиваются другие люди. Окей, идем дальше, думаю, достаточно. Так, и второй день, то есть второй день и вторая локация, это сама как раз-таки у нас закрытая вечеринка, она будет тематическая, значит, всем нужно будет приходить в таких сверкающих нарядах, значит, я там вижу, что люди подбирают, и мальчики, и девочки подбирают костюмы, в общем, будет круто. Мы с вами здорово проведем время, и мы с вами возвращаем формат вот этих вечеринок, мы с вами давно уже их не проводили, вот, поэтому мы с вами вернем этот формат, и этот формат, то есть вот эта вот вечеринка, она будет подготовкой к вечеринке в следующем году, потому что в следующем году мы с вами будем отмечать 10 лет, там с вами будет юбилей, десятилетие, вот, и мы там закатим просто грандиознейшую вечеринку, это будет точно самая лучшая вечеринка, которая вообще когда-либо была, возможно, в вашей жизни. Вот, мы к ней уже начинаем готовиться, мы уже начинаем думать о том, как мы будем отмечать 10 лет. Вот, а вот в это воскресенье уже отметим 9-летие, припятируем с вами. Так, и понятно, да, то есть вы туда приходите, больше ни о чем не заботитесь, программа, еда, напитки, в общем, развлечения, все это уже там будет, все это включено, вам не нужно будет ни о чем заботиться, вот. Ну и самое ценное, что там будет, это самая очень прикольная, классная, мощная комьюнити. Все ребята, с которыми можно будет пообщаться, побыть вместе и так далее. Ну и тоже у нас есть для вас сюрприз, это будет хедлайнер, в конце вечера выйдет звезда нашего шоу-бизнеса. Эту звезду вы постоянно видите, слышите из радио, на телевизоре, постоянно клипы и так далее, в YouTube. Значит, это будет популярная звезда шоу-бизнеса, это наш такой секрет, мы его хотим сохранить для того, чтобы это было для вас сюрпризом. Так, и после этого у нас будет лидерский выезд, 7-12 августа мы полетим в Санкт-Петербург с партнерами. Причем, даже если вы сегодня не в статусе регионального менеджера, и пока у вас нет доступа на вот этот лидерский выезд, то я думаю, что вот в этой энергии можно этот результат создать. Вот на самом обучении VIP, на вот этой тусовке, вот за эти дни можно этот результат создать. Потому что вот такие результаты, они делаются рывком. Вот, и все для этого рывка, вот в эти выходные все будет для этого рывка. То есть мероприятия, много лидеров, трешки, значит, прямо здесь сейчас можно это делать. Поэтому, если вы очень хотите в лидерский выезд, у вас пока нет статуса РМ, то есть нет туда доступа, то вот эти выходные, это могут быть как раз таким, то есть таким, возможностью для такого рывка. Вот, поэтому тоже нужно использовать. Вообще нужно все использовать. Вот все, что в жизнь вашу приходит, это нужно все использовать. То есть в нашу жизнь ничего абсолютно не приходит зря. Все абсолютно обусловлено и все по какому-то замыслу. Муха мимо нас не пролетает просто так. Вот, не говоря уже вот об этих мероприятиях и вот об этой бежухе, которая вокруг сейчас у вас. Если вы постоянно слышите, вот если вы слышали про вот это мероприятие, про день рождения компании, если вы постоянно о нем слышите, то есть это говорит о том, что мир постоянно вам об этом напоминает. Поэтому нужно быть более восприимчивым, более осознанным к этим знаком. Но это такое мое жизненное наблюдение. То есть если я какую-то тему постоянно начинаю встречать, бывает так, что ты про какую-то книгу, например, тебе там раз рассказали, два рассказали, еще ты где-то услышал какую-то книгу, я точно понимаю, что все, мир мне сигналит, ее нужно прочитать. Я ее беру и читаю. Или кто-то рассказывает про какой-то фильм, или кто-то рассказывает про какую-то идею, или про какое-то направление, или еще что-то. Если я несколько таких сигналов получаю, вот я обычно не туплю, не торможу, я сразу беру и делаю. Поэтому если вы несколько раз уже слышали про день рождения компании, это говорит о том, что не мы вам сигналим, а мир сигналит. То есть мир через нас сигналит вам, поэтому нужно обратить внимание. Вот. Так что, так что вот так. Значит, и лидерский выезд в Питере будет, ну, там вообще будет круто, космос, и, значит, в основном это будет тусовка. То есть там будет вообще только один день обучения, когда мы в зале соберемся. А все остальное, это будет обучение, но в каких-то активностях. Вот. Опять же перепрошивка вот этих 95%, 95%, которые как раз-таки характеризуют бытие. Вот. Об этом еще раз на обучение. Вот еще раз вы же замечали, наверное, то, что иногда бывает попадают с вам люди, которые прочитали огромное количество книг, позанимались там с психологами, астрологами там и так далее, с чем сейчас модно. А жизнь не меняется вообще. Это люди тоже в реакциях, они те же самые. То есть они так же реагируют, они так же себя ведут, они так же осуждают, они так же негативят и так далее. Поэтому мало просто знать технологии, мало просто читать книги, мало просто посещать психолога. Ты тренируешься на 5% сознания, которое просто приходит и хвалится в сообществе. А вот 95% это как раз-таки реакция, которая заложена, и которая автоматически из нас вылезает. Поэтому вот это будем изучать. Вообще, я думаю, что это вся у нас и день рождения, и лидерский выезд тоже в Петербурге, это будет как раз-таки вот об этом. Так, и что еще? И нужно отметить чемпионов, ребят, которые активно поработали в июле. Вообще, у нас очень много результатов в июле. Значит, почему? Потому что он прошел UDS Day, было много партнеров, много апгрейдов, много человек, которые закрывили статусы и так далее. Вот сейчас мы как раз отметим этих чемпионов. Начнем со статусов. У нас есть карьерная лестница, и одна из ступеней, она называется ключевой менеджер. В июле мы поздравляем Марина Суханова. Идем дальше. Статус регионального менеджера. Это те ребята, которые квалифицировались на поездку в Санкт-Петербург, на лидерскую поездку. Олег Зиновьев, город Иркутск, Михаил Кравцов, Тюмень, Надежда Малышева, Москва, Екатерина Кирилюк, Брянск, Светлана Дергунова, Тольятти, Вера Баскакова, Иркутск, Лана Арасланова, Перем, Денис Самофал, Троицк, Лилия Смирнова, Рязань, Лариса Антонова, Москва и Евгения Агапова, город Домодедово. Это статус регионального менеджера. Затем, у нас было очень много директоров в июле. Значит, мы поздравляем. Статус директора. Ольга Малиновская, Москва, Артем Хоменко, Иркутск, Алексей Борчев, город Самара, Татьяна Шарипова, город Пермь и Сергей Ощепков, город Анива. Это статус директора. И в июле у нас появилось два новых региональных директора. Мы поздравляем Валерий Альшанский, город Москва, и Татьяна Игнатьева, и Олег Половинкин, город Самара. Статус регионального директора. Это очень-очень круто. Идем дальше. Нам нужно отметить ребят, которые активно работали с клиентами. И начнем с тех ребят, которые подключили два клиента. Два клиента и более. Начнем с тех, кто подключили два клиента в июле. Татьяна Туркина, Геленджик, Руслан Ченков, Иркутск, Федор Москвитин, Иркутск, Сесек Баханова, Улан-Удэ, Светлана Мефтахова, Тюмень, Екатерина Володченко, Тверь, Людмила Преображенская, Тверь, Армен Байталов, Ташкент, Узбекистан, Любовь Чистякова, Сочи, Владимир Атаманов, Пермь, Альбина Филатова, Сочи, Максим и Любовь Танкеевой, Пермь, Евгения Малоземова, город Пермь, Сезару Банович, город Краснодар, Денис Рудых, Иркутск, Сергей Артемов, Новосибирск и Руслан Артемов, Новосибирск. Дальше партнеры, которые в июле подключили три клиента. Руслан Дмитрук, город Каменномостский и на Нилголубь, город Домодедово. И абсолютный чемпион июля, мы уже привыкли к этому, Максим Моисеев, Москва, пять клиентов в июле, пять новых клиентов. Также отметим ребят, которые активно работали по партнерской программе. В июле очень много побед, именно в партнерской программе. Мы начнем с ребят, которые подключили три новых партнера в июле. Три партнера в первую линию. Екатерина Кирилюк, Брянск, Ирина Страверова, Москва, Денис Забаров, Москва, Аркадий Янтаров, Сотникова, Руслан Ченков, Иркутск, Андрей Борисов, Москва, Лидия Кондратьева, Иркутск, Жанна Бичинова, Иркутск, Татьяна Лескова, Москва, Алексей Ким, Хабаровск и Борис Нагоев, Москва. Идем дальше. Четыре новых партнера в первую линию в июле. Сергей Очиров, Элиста, Юлия Горшкова, Тверь и Константин Гутов, Иркутск. Идем дальше. Пять партнеров в июле. Лилия Смирнова, Рязань. Затем шесть новых партнеров в июле. Ильнур Ямалиев, Уфа. И абсолютный чемпион. Думайте, семь партнеров в первую линию в июле. И вот кто очень хорошо поработал на ЭДСД. Первое место. Светлана Дергунова, город Тольятти. Семь новых партнеров. Еще раз. Первая тройка. Лилия Смирнова, Рязань. Пять новых партнеров. Ильнур Ямалиев, Уфа. Шесть новых партнеров. И Светлана Дергунова, Тольятти. Семь новых партнеров. Потрясающий результат. Июля. Поздравляем. И в концовке гонка городов. Гонка городов. То есть это накопительно за весь первый спринт с февраля по, получается, по июль включительно. Значит, по клиентам. Десятое место. Бишкек. Девятое. Омск. Восьмое. Улан-Удэ. Седьмое. Тюмень. Шестое. Пермь. Пятое. Самара. Четвертое. Санкт-Петербург. На третьем месте. Иркутск. На втором месте. Якутск. И на первом месте. Город Москва. И по партнерам гонка городов. На десятом месте. Самара. Девятое. Девятое. Екатеринбург. Восьмое. Сургут. Седьмое. Тверь. Шестое. Тюмень. Пятое. Санкт-Петербург. Четвертое. Южно-Сахалинск. На третьем месте. Иркутск. На втором месте. Якутск. И на первом месте. Город Москва. Это гонка городов. Вот такие у нас результаты. Еще раз поздравляю всех ребят, которые в июле сделали прорывы. Значит, это те ребята, которые очень хорошо воспользуются этой возможностью. UDSD. Вот. Поэтому еще раз. У нас постоянно приходят какие-то возможности. В компании тоже постоянные мероприятия. Возможности. Вот этим ребятам нужно активно пользоваться. Еще раз. Все наши мероприятия, все наши активности – это инструменты. Инструмент – это то, что позволяет в кратчайшие сроки и минимальных затратах создавать очень большие результаты. Поэтому всем этим нужно пользоваться. На этом у меня все. И со многими из вас мы очень скоро увидимся уже в эти выходные в Москве на ВИП-обучение и на нашем мероприятии. Мы отметим с вами вместе день рождения компании. Уже в эти выходные, суббот, воскресенье. Поэтому еще раз. Те, кто не решили, те, кто еще пока колеблется, принимайте решение, принимайте решение, приезжайте на мероприятия. Увидимся. Здорово проведем время. Потому что, на мой взгляд, жизнь, она как бы для этого и нужна для того, чтобы было очень много эмоций. То есть не нужно экономить на это. Не нужно экономить на отдыхе. Не нужно экономить на эмоциях. Потому что в конце жизненного пути, я думаю, что мы жизнь будем оценивать по вот этим не по тому, сколько мы заработали или сколько мы работали, а по тем моментам эмоциональным. То есть мы будем это больше вспоминать, нежели что-то еще. Поэтому вот есть еще классная возможность в копилочку вот этих вот эмоциональных событий добавить еще одно мероприятие. На этом все. Спасибо всем, кто были онлайн. До встречи в Москве в эти выходные. Все. Всем пока. Спасибо.